Весь мир облетели кадры с казни украинского пленного военного, последними словами которого стали слава Украине. Осудили, конечно же, назвали варварством такое поведение с пленными на Западе, в Украине, завели уголовные дела. В общем, широкий резонанс приобрело это видео. Другое дело, появляется вопрос, с вашей точки зрения, кто его мог выложить, почему оно сейчас всплыло? Ну, вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что, конечно, это производит очень тяжелое впечатление. С одной стороны, любой нормальный человек, мне кажется, этому военному сочувствует, тем более люди, которые в такой постсоветской культуре выросли, где, собственно говоря, мы многократно видели и в кино, и в книгах читали историю про героическое сопротивление фашистам, которые вот расстреливают военно-пленных, да, но военно-пленные не сдаются. Такая как бы история судьбы человека, фактически, советского фильма. Да, в данном случае в роли фашистов российская армия, и, конечно, для, как раз для публичного восприятия российской армии, это очередной чудовищный удар, ну, наверное, как бы история там, факты про Бучу, которые мы узнали, да, они, конечно, вообще нечто запредельное из себя представляют, но проблема в том, что российская армия никак не может, и ее проблема в том, что она никак не может найти ни одного позитивного примера, собственно, зачем они воюют, да, как бы в чем здесь смысл, ну, там, если вспомнить, да, там бабушка с флагом, вот она появилась и куда-то исчезла, и выяснилось, что бабушка еще и про украинское, возможно, если уж про реальную бабушку говорить. Да, был человек, который, значит, лежа в окопе отбивался практически руками от, значит, гранат, да, и по этому поводу снял, вот, блогер Никоглайс снял пародию, да, и мы тоже знаем, чем все закончилось, как он в итоге, столкнувшись с непониманием юмора в Российской Федерации, начал помогать вооруженным силам Украины. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, записывать это видео, очевидно, должны были те, кто, те, кто расстреливал, вроде бы тут нету каких-то, какой-то другой третьей стороны, которая здесь участвовала. Вы знаете, на опыте наших коллег-журналистов, в том числе российских независимых журналистов, кажется, что людям, которые в военных преступлениях участвуют, им иногда очень хочется так странным образом поделиться. Да, вот это было расследование наших коллег из важных историй, когда человек просто из российской армии сказал, да, я совершал на территории Киевской области военные преступления, да, я расстреливал безоружных гражданских лиц. Почему он это сказал? Ну, потому что, в общем, наверное, его жизнь не настолько прекрасна, наверное, что-то его беспокоит в этой жизни, он потерял много своих сослуживцев, и ему нужно было выговориться. Я думаю, что здесь можно не предполагать, пока у нас в истории с публикацией этого видео, пока у нас нет каких-то новых вводных, новых фактов. Мне кажется, что самое простое объяснение, что кому-то хотелось, ну, как бы, либо похвастаться, либо усомниться, либо просто поделиться своим травматичным опытом. Я не думаю, что расстреливать людей приятно, если честно. Да, я думаю, что те, кто расстреливал, они могли испытывать какой-то, ну, какой-то такой специфический душевный подъем палачей, когда они это делали. Но когда ты потом остаешься один на один с собой, да, и думаешь, чем на самом деле ты занимаешься, мне кажется, у тебя появляются, у любого человека появляются к себе вопросы по этому поводу. Возможно, именно в результате этих вопросов это видео появилось в публичном доступе. Вы вспомнили о Никоглае, по его заявлениям после публикации того видео, которое мы с вами обсудили, его пригласили в отделение полиции, по его заявлениям, он подвергся издевательствам, он как раз о репрессиях в России хотел бы поговорить. Видим, что за антивоенные, не только слова, но и даже рисунки, да, можно поддаться тем самым репрессиям. Несколько случаев для наших зрителей хотел бы напомнить. Вы наверняка, Кирилл, с ними знакомы. Вот 18-летний Максим Лыбкань позволил себе назвать войну войной. Сразу же в СИЗО попал по статье о фейках об российской армии. Над ним начали там издеваться по заявлениям адвоката, обрили подырокез, угрожали изнасилованием. Девочка нарисовала антивоенный рисунок. В школе сразу же пригласили отца, пригласили силовиков, отца поместили под арест. Девочку отправили в детдом, так как отец воспитывал девочку самостоятельно. Это только два случая. Можем вспоминать их, я думаю, долго. Это одни из последних. Во-первых, как, например, путь девочки в детдом коррелируется с семейными ценностями, которые декларирует Владимир Путин во время своего обращения к федеральному собранию. Но, во-вторых, можете, пожалуйста, для наших зрителей оценить масштаб вот этих вот репрессий и вот таких случаев, как их много? Это ведь только те, которые попадают в прессу. Ну, вы знаете, я практически в течение всей своей жизни взрослой, я был преподавателем в университете в России, в Москве. И я, конечно, знаю, что у нас и было, и есть огромное количество замечательных молодых людей и интеллектуальных, и, в общем, таких людей с большой эмпатией. Этих людей сейчас вообще массово уничтожают. Не в том смысле, что там российское государство убивает их физически, по крайней мере, пока. Но в том смысле, что этих людей в моральном смысле слова, на их глазах, да, вот все то, что они могут, все, во что они верили, все это уничтожается, их принуждают быть частью вот этой фашистской путинской системы. И если напрямую ее не поддерживать, хотя, возможно, этот вопрос тоже будет поставлен, то, по крайней мере, молчать. Это вот действительно уничтожает. Ну, представьте себе, да, там человек верил во все хорошее, что, не знаю, там, нельзя мучить животных, или там, не знаю, что страдания вообще в целом это плохо, или там, не знаю, что нужно про экологию заботиться, ну, какие-то такие довоенные вещи. И вот ему объясняют, что, как бы, да, мы будем убивать людей на твоих глазах, а ты должен молчать и принимать это как абсолютно как данность. И вот, мне кажется, на этом фоне появляются такие люди, как Максим. Их, ну, как сказать, их в масштабах страны, может быть, не так много, но их количество значительно. Это те люди, которые решили, что они все-таки ради своей личной безопасности, даже понимая, что, в общем, ничего они изменить не смогут, они все-таки не будут молчать, и они будут защищать те вещи, в которые они верят, да. То есть и, ну, и можно сказать, что 18 лет просто парень вот такой глупый, жизни не знал, да. Мне кажется, что жизни по-настоящему не знали те, кто согласился с этой войной и сказал, что, знаете, что есть вещи, ну, более важные, чем, чем говорить об этой войне правду или, там, помогать, даже если ты боишься говорить, помогать людям, которые от нее, от нее страдают. Поэтому, мне кажется, это огромная такая поколенческая трагедия российской молодежи, которую вот российское государство начало переваривать просто в своем желудочном тракте, пытаясь сделать из молодых людей себе подобных. Еще год назад один из российских политологов сказал, что Путин не только за территорией воюет, но еще и воюет против времени, он понимает, что его время уходит и хочет, чтобы это время остановилось. Вот мы сейчас видим на примере этих репрессий, как время в Российской Федерации останавливается, начинает течь вспять. По поводу традиционных ценностей, ну, мы знаем, что традиционные ценности, это, по сути, не распространяется на действия государства, на действия государственных лиц. Мы знаем, что сам Путин никакого отношения к традиционным ценностям не имеет. Он разведенный мужчина, который, в общем, находится в неформальном браке, который скрывает своих детей в течение многих лет, хотя теперь уже все знают, кто это конкретно. Ну, по крайней мере, детей от первого брака скрывает. И традиционные ценности нужны российскому государству, риторика традиционных ценностей для того, чтобы... Ну, вы знаете, я вот недавно вспомнил, что средний возраст в Российской Федерации больше 40 лет, там, 40 лет с половиной сейчас. И, на самом деле, по всем разумным показателям, это означает, что такое государство, как Россия, не может воевать, потому что просто это государство стариков, по большому счету. Да, то есть, ну, войны в мировой истории были в основном связаны с тем, что есть такое демографическое давление, огромное количество молодежи, бедной молодежи, которую непонятно, куда надо девать, какие у них будут рабочие места. И вот это взаимное демографическое давление ведет к тому, что, в принципе, люди считают насилие хорошим способом перераспределения ресурсов. В нашей ситуации, да, в нашей ситуации Российская Федерация совершенно точно обречена в долгосрочной перспективе, никакого изменения в демографии не предвидится. Россия как вымирала, так и будет вымирать. И на этом фоне вопли российского государства про так называемые традиционные ценности это призыв, ну, фактически дать Путину больше солдат, да, то есть призыв, как бы нас, вельмож, это не касается, но вы идите, размножайтесь, да, не будьте child-free, ни в коем случае не вступайте в какие-то не гетеросексуальные, значит, отношения. Вы должны дать нашему государству больше детей для того, чтобы мы могли измазать кровью как можно больше соседних стран. Ну, как бы, к счастью, да, это так не работает. К счастью, все-таки мы увидим, как демография Российской Федерации в том числе будет одним из факторов, который положит конец всем войнам, которые Путин вел и ведет. Напоследок, вы вспомнили о расследованиях проекта и фонда Навального по поводу нового секретного дворца Путина на Валдае, по поводу несметных богатств его, ну, де-факто любовницы Алины Кабаевой. Вот прошло уже больше недели с момента публикации этих расследований. До этого мы помним расследование Навального о дворце Путина в Геленджике. То есть факты коррупции, они даже не ставятся под сомнение. То есть я думаю, что даже среди приверженцев Владимира Путина, ну, как бы, люди признают, что этот режим коррупционен. Однако дальше какой-то там, дальше фейсбук-сообщество, дальше каких-то комментариев представителей либеральной оппозиции, все равно это никуда не выходит. У меня хотелось бы, для моего понимания, для понимания наших зрителей, в том числе с территории Украины, можете оценить ваше восприятие, вот, вашу оценку дать восприятию коррупции внутри России. То есть мы видим, что никакие расследования о коррупции не вызывают какого-то, наверное, того исхода, на который, возможно, рассчитывают расследователи. Ну, мне вообще кажется, что в условиях войны расследователи занимаются вот этими антикоррупционными вещами больше механически, да, потому что давно готовилось, надо как-то все-таки познакомить людей с этими вещами. Вещами действительно тот факт, что Путин там украл много денег и продолжает их красть, никого в Российской Федерации больше не беспокоит. И я думаю, что на самом деле психологически все выглядит так. Понимаете, ведь как бы война гораздо большее преступление, чем воровство. Ну, то есть оно убивает людей, в том числе и россиян тоже убивает. Это война, фактически Путин крадет жизни, что явно больший грех с любой точки зрения и должно более серьезно караться, чем его коррупционные проделки. Безусловно, коррупция связана с войной. Есть популярная версия, что чем больше коррупция, тем слабее российская армия, в чем есть доля правды. Но, с другой стороны, готовность российского общества закрывать глаза на коррупцию в какой-то момент времени сделала и войну, возможно, да, потому что, ну, получается, что российское общество признало, как бы, что за Путиным есть такое право, как право развязывать войны, потому что у него такое настроение. Ну, вот сначала ты даешь человеку воровать, а потом даешь ему уже убивать и не знаешь, что с этим можно сделать. Мне кажется, российское общество живет в условиях, когда фактически ему предложено, вот, собственно, почему мы, мои коллеги, оказались иноагентами, уехали из страны, да, или там сидят в тюрьмах, потому что фактически сделка, которую Путин предлагает российскому обществу, вот такой новый общественный договор, в кавычках, очень односторонний, заключается в том, что Российская Федерация вместе со всем, что в ней находится, с детьми, которых отправляют в детдом за антивоенные рисунки, как с этой девочкой Машей из города Ефрема в Тульской области, с людьми, которых мобилизуют в армию, с, не знаю, с мигрантами, которые приезжают на заработки, их как рабскую силу отправляют там восстанавливать Мариуполь теми методами, как это Российская Федерация видит в себе и представляет, с какими-то бизнес-активами, которые практически разрушены после начала войны, но это все ради великих целей российского великого вождя. Вот этот весь список – это фактически собственность российского государства и, возможно, даже собственность лично Владимира Путина. Новый общественный договор в России предполагает, что все, что есть в России, принадлежит Владимиру Путину. И он может распоряжаться всеми этими вещами, всеми этими людьми так, как ему необходимо, потому что как будто бы он имеет на это право, якобы у него есть некоторые высшие ценности, а кто с этим спорит – это враг Российской Федерации, иностранный агент и предатель. На этом фоне антикоррупционные расследования не находят никакого интереса, потому что они подтверждают ровно то, что все и так знают, как бы о том, что россияне – собственность российского президента. Редактор субтитров А.Семкин